в этот раз есть клубничка какая это клубничка это случайно а это не клубничка это цена на нектарины клубника только это органическая а кстати заря органическая стала 10 долларов можно взять да обычно есть тоже да обычная 7 с половиной и уже дигаря больше вот какая крупная обалдеть слушай вот это ну вроде ничего надежда так давай возьмем малину тоже 6 долларов малина так малинку возле пожалуйста да вот это мы которую брали последний раз она обалденная она хорошая крупная 7 долларов продать стоит джамбо джамбо блубере давай я бы конечно поел ну конечно поешь или с собой можно взять обама можно взять конечно там поесть смотри чтобы они были хорошие грибочки мы съели можно взять еще можно крупные если хочешь смотри что мы с ним можно сделать их можно загривить можно сделать пасту вот эти не понравится тебе не нравится давай они стоят 6 долларов пасту да паста тебе понравилось да с грибочками тут 680 грамм почти да прилично сельдерей да вот тот который последний раз за тейлор фирма которая вам салаты делает очень хороший сельдерей восемь лет 549 это хороший да это да кто-то его там создавали давай другой если хочешь есть это вот твари есть тоже мне один да вот есть ровненький на вас миром 549 прошу раз я вот эти черри взяла отличные просто черри были да да они такие плотненькие хорошие так вот это не 7 долларов вот смотри это органические до 7 долларов стоит за 2 фунта а вот неорганические и они стоят 6 7 9 но смотри да вот вот эти чуть-чуть дешевле совсем на немножко да я думаю маленький огурчик из этих удобнее вести только надо выбрать чтобы они были не мокрые и их удобнее кушать во-первых лёша с удовольствием поесть огурши 6 долларов стоит за полтора фунта смотрите 949 это намазка из этого да из кешью да ну как этот этот чипотелевская тоже из кешью да нет это прям какая-то густая из алмонда из алмонда а из миндаля по-русски говоря да а это из кешью что-то там еще есть мы можем посмотреть состав ну кешью состав вода орехи кешью халапеньо чили помидоры подсолнечное масло этот дрожжи что тут еще чеснок соль лимонный сок лимонная кислота лук кумин и чили пепель порошок чили органическая до медиум хит видишь на новой на остренько 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 но та которую ты купил она вкусная ой смотришь какой-то хумус новой эти штуки наверно вкусно с твоим вот этим дипом да они залой все приготовлены их просто разогреть и все а с чего не сделаны это нут нут да полосель должен быть из нута ну вот чикпис да чикпис 1159 нут горох вода подсолнечное масло до лук специи ну понятные крошки булгур да ну потому что их из всяких булгур также овсянка baking powder разрыхлитель соль и крахмал немножко ну да для того чтобы скрепить скрепить их для того чтобы но не дешевые не дешевые не дешевые вот такие сколько тут грамм там 900 грамм 2 паунда 2 паунда ну опять же мы с собой не возьмем не на море чтобы разогреть микро вода попробуем давай вот еще новый хумус есть он кажется с чем-то а с перцем рост пеппер это как вам загриленный перец стоит 649 такой хумус но выглядит неплохо это ровяли со шпятом и сыром наверное да да это же костуски сколько они 1099 молоко да пойдем воду для лёша это кокосовая вода но мне кажется это не молоко это просто 699 пойдем в воду для лёши важно так если это лакруа 89 есть вот еще ватерлоу да но у нее такие вкусы как бы ватерлоу которые лёша особо да да вот это конечно да лучше пьет да давай или кусковскую можно взять опуска сколько баночек 35 а и она стоит 9 долларов да может ее выгоднее взять ну давай так мне еще нужна фольга 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 так смотри есть вот такая которая отрывная она стоит 2749 не я использовал а вот есть поменьше я использовала такими листами а вот она уже отрезанная один да и удобно мне использовать два с половиной года хватило 1199 чипсы вот эти банановые съели юра хочет еще взять 639 час они стоят со скидкой так вот эту воду берем 10 долларов она стоит за 35 баночек вот эти были классные до жужуби а это говорят что именно называется плод ну как бы тут написано на самом деле что это финики дейд но говорят есть именно такой сорт джужуби фиников они более полезные ой забыла читал куда пометать зада хотим докупить все даже зажарить и что обычно это 2 1269 я кажется максу тоже такая нравится это миндаль смотри в этих с чесноком травами и оливковым маслом 10 долларов тоже стоят в этом грамм 567 грамм он соленый да наверно соль есть соль да есть соль миндаль а мы потребляем до достаточно это кето смесь посмотреть состав да посмотрим смотрите сколько стоит 4 доллара смесь 900 грамм а что-то не чувствуется ну вот два пауна почти так состав вот так сахара заменитель очень хороший да так тапиока разрыхлитель соль в ваниль ванилин вообще очень это потому что кето она же предусматривает жиры но не углеводы поэтому заменитель и сахар здесь сути говоря неплохая смесь по составу только тут нету этих вот этих нету шоколадных но это можно добавить шоколадный чипс можно добавить в такую смесь попробуем нас дети любят браунис подожди кто-то уже открыт посмотрим как она выглядит тут два пакетика да а нет не два не знаю сколько вот такая смесь я конечно нормально должна быть да попробуем за 4 доллара можно попробовать это просто что и немного немного да смотрите какое масло тут появилась кошка black трюфель италии extra virgin olive oil с трюфелем вон видите плавает марион там плавает трюфель ну естественно из трюфеля масло наверно не делают 979 стоит я обещала такое попробовать масло я обещала такое купить в этом поменьше маршалси и такие оливки да со скидкой а точно греческие коломата да хорошая ли как мы с машиной до шикарные но пока что воды банки открыл и надо съесть но если ты не будешь воду сливать нара ничего не будет с ними но это надо так чтобы вот их взять и сразу с гостями съесть давай возьмем до сегодняшнего часа как съедим и как съедим до заморозим оливки написано что надо сколько стиле санады рейт авто опыню но все они написано что съесть и в течение трех дней просто не заплесню я не давай а так они до двадцать пятого года февраля тем более давай вот возьмем на черный день оливки кто-то берет это на свадьбу детям в вино а мы оливки смотри какой-то в подарочный набор баллон флау рут это какой-то какие-то корни чего-то цветка вот смотри вот это сироп к сироп из корней вот этого балун флава потом кэнди балун флава рун в кашка в виде конфеты и собственно палочки корень и 17 долларов что такое эксклюзивное завезли в куску вот эти палочки макет игре брали они из кокоса сделаны чувствует 6 долларов так они стоили 8 полео френдли смотри тут тоже вот это кето полео видишь полео френдли лёша такие нравятся на то что они кокосовые мне кажется они всем нравятся дорогу взять дорогу или пускай я его сейчас нацепаю да там грызть не не нормально вот он слушай это кто-то вернул или это остатки у них новогодние подарки 50 долларов мне кажется они стоили также вот эти штучки тоже со скидкой видишь но они были без скидки нет я имею ввиду что последнее время они были без скидки это какой-то новый 1349 продукт конфеты что ли это в пакетиках какие-то almonds honey butter almonds это что-то с этими с миндалем пакетиках что непонятно это а это наверное вот такие вот в такой вот миндаль в какой-то покрыт покрытый чем-то вот смотрите взяли бесплатно далее попробовать рыбий жир какой-то новый рекламировать 19 долларов стоит упаковка и там сколько внутри 90 таблеток а это сколько нам дали две штучки что ли а как можно за вот две штучки понятия все но никто не проглотать не могут что-то такое мы можем антиген тесты появились 15 минут и результат сколько здесь штук 35 долларов стоит 5 штук домашние тесты да но нам привезли дети из школы принесли макс нара тоже принес и нам прислал ее есть с тоже 4 до штуки странная закупка наша состоялась почти ничего не купили как юра говорит мы стабильные 198 долларов но не учитывая простынки будет 150 а пиво чё не да что ли послеческой фольгу убрать это убрать то убрать мы бесплатно закупились у него засканировали удостоверение личности потому что мы купили пиво дорадоваться надо юрий молода выглядишь просто они обычно обычно они у них мембершип карте сразу а ну да то ли новое требование поэтому да в общем все она может мы заедем в русский магазин мы не знаем в этой серии мы заедем русский магазин или следующий но сейчас мы поехали грузиться в русском магазине я все пытаюсь найти кукурузную кашу смотри не булгур у нас есть кукурузной каши нет что происходит смотри это ячневая это не кукурузная кукурузной вообще никакой нет раньше у белка была такая в пакетиках а сейчас ее нету напряг какой-то кризис кукурузный кризис нет она такая как ну то есть не то а вот здесь что пшеничка нет кукурузной каши постоять нет вот это полента это очень мелкая она такая нет она не нравится детям когда такая как манка она слипается мелкая обычная нам это для поленты да это просто чай в такой упаковке выглядит хорошо пароваться овощи может лучше вот эти вот которые какие азербайджанские какие мы там смотрели эти какие давай посмотрим на эти не знаю беларусь обриснет импортер беларусь простите сейчас я посмотрю армении я говорю поэтому роваться не вот тебе нравится фирма которая помнишь ян или как ну так это тоже мне я я мне нравится как они выглядят да и здесь смотри какой там практически практически здесь мало вот этой вот ну зал и как они очень хорошо смотри без кожуры убрали да классная вещь 5 5 5 хочу взять лобио вот это маринованный и и вот ты можно там будет на тоже в армии по этому яичницу там да еще как-то я вот хочу знаешь что я сто лет не ела уже этим там как его соленую а помидорки смотри парня эти ростовские видишь по-ростовски по-деревенски пульс чеснок да да чеснок маринованный с паприкой просто это вот меньше вот смотри маринет и trade pepper это просто красного здесь я кстати не вижу баклажан на экран здесь я не вижу вот таких вот они есть но они не это это маринованные просто не загрилен и не как его были были не баклажаны вот видишь вот те которые мы ели то этого эти тоже хороший вкусно а вот какие-то порезанные смотри они кстати свои паундами делают вот смотри болгарская плечи с красным перчиком смотри она может быть не с красным красный красный не зеленый мел она мелко резана где там лечь нет она и она с красным а вот смотри но тоже мелко порезан я хочу крупная у нас дома крупно делали лечу баклажанчики народ это вкусно еще мой сколько вкусности ребят это 20 грамм убеди сколько какие хочешь ой а вот еще смотри тут на другой стороне а вот смотри ну да консервировано снуд консервирование есть вот смотри тоже что-то такое вон лечо тоже написано лечо зеленый тоже зеленый перец вот лечо вон лечо это вообще прям какой-то интересно мелко поструга на правда красный перец наверно обычный не не сладкий вот смотри лечо тут вот здесь вот более-менее вот это похоже на то которая дома была которая была дома так 5 долларов давай посмотрим это чье производство стейн ауэр болгарский перец болгарская лечо наверное вкусно будет до сентября говорит свежьте этого года да хорошо ладно так берем да я хочу лечь какой-то неестественно да фиолетовый в принципе цвет свеклы понятно но когда ты варишь больше он такой не бывает вот смотри больше вот это больше похож на борщ украинский борщ тут надо добавить воды сюда скорее нету там не по вида больше нравится так колбаска я последний раз брала на либалоне да 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 я последний раз брала прям докторскую который называется вот эту брала максу понравилось вот мы с собой возьмем тут хлеба много вот смотри вот вот этот хороший хлеб бородино но не бородинский а бородино я не помню сколько он стоит это прям бородинский вот это по моему тоже не очень дорого стоит бородинский почему-то нет цен это какой-то серый написано дар хорошо мне кажется вот этот хороший хлеб но она где-то в сравнении там 5 долларов в упаковке прикольно да кстати говорим много же риса продаются под такой вот тряпочной упаковки короче мы хлеб пришли не брать я вспомнила что у нас есть хлеб что это грузинский лимонад а тарагон это тархун да я обожаю тархун такой большой бутылку зачем тебе сейчас посмотрим вот смотри вон там есть какие-то еще просто есть состав больше читать спринг-вотер сахар ароматизатор идентичный натуральному лимонная кислота карбонат бензоат да короче нету здесь фихуа просто ароматизатор идентичный натуральному лимонная вода свекловичный настой астрагона регулятор кислотности кислота лимонная ну понятно консервант бензоат натрия да то он не очень так красители короче краситель синий блестящий кстати вот моя тетя кондитера наговорила что синего красителя натурального не бывает только искусственно пищевой ванилин содержит краситель такой-то который может сказывать отрицательное влияние на внимание детей допускается короче я смотрю что увидела смотри это орешки которые надо как это называется наполнять коробку жарки пекли раньше а но тут у нас все только формочки нет поларет формировать их берешь сгущенку готовы вареные вышли даже без пакета юра готова на машине кому-то здесь кто-то пешком приезжает вот это вот чудеснейшая пицца мне больше нравится в этой пицце она все нравится потому что и овощи вкусные и вот это вот соус вот это вот соус и само тесто очень вкусное вегетариантской пиццы а самое прекрасное то что у нас есть для пиццы камень мне кажется на пицце еще вкуснее получается тебе не кажется а тут у нас детям жарятся сэндвичи с мясом наши новые лопатки лопатки обыкновенные за и какая она длинненькая хорошо готов первый пошел детям сэндвичем 2 пошла вот первая красотка но не красотка красотка сейчас мы порежем будем кушать а это мы попробуем на ужин открываем упаковку с фалателем будем пробовать написано что можно их микробомовки можно да мне кажется надо чтобы они чуть хрустящие в air-fryer да а слушать не написано air-fryer это deep-fryer нет вот написано бейк овен и тостер овен а окей тостер овен хорошо 10 минут надо их но мы же не будем все готовить куда мы их давай отложим сейчас будем открывать лечо посмотрим как оно по консистенции надо это ножичком ножичком чтобы воздух впустить нет юрий геракл пахнет вкусно лечо сладко как обычно прекрасно слушай запах такой вариант как родной бабушка дело лечо прекрасный овощи запеченные запеченные пахнет 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 костром мы что там фалафель уже пожарили испекли что пробуем первое фалафель холодненький нет тепленький проверили они суховаты да мне кажется твой соус вот этот вот из миндаля очень подходящий посмотрите какой лечо прекраснейший давай мне тоже наверное наверное он такое остренький но как соусом лучше он упал на меня смотрите какое внутри уж какой зеленый ну там что там составе зеленого что там составе ну да мы читали посмотрите наше видео из коска предыдущие и увидите состав я поняла это из-за гороха хотя зеленый такой вряд ли попробуем вот это они сами по себе не острые нет вот этот соус такого 3 до больше всего я хотела лечо сейчас мы лечо попробуем слушай лечо оно у нас вот только резали его такими квадратиками оно нарезано такой соломкой немножко очень вкусное болгарское лечо которое мы купили в русском европейском магазине я не знаю какой русский азиболгария вот еще кусочек кожицы обугленный но совсем мало обычно ладно кушай давай пробуй соленая вкусно да я бы чуть меньше соли положил но вкусно вот у этого всего достаточно то самое и соли и соли м как дома вот реально как дома очень вкусно прям вкус детства у меня как я лечу кусая и она такой не пересоленная не переслащена сладкая это за счет паприки паприка еще дает сладость вот я помню что у нас вот такое же было сладковатое лечо дома это попробую через попробую да вот не ругали пересоленная попробую немножко немножко да хорошо что хлеб не соленый вот этот вкус костра прям очень ярко выраженный как будто его дам специально добавили вкус костра вкусно и ну вот его реально с каким-то с пресным хлебом кушать с лавашом доверить а 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 Продолжение следует...